Всем добрый день! Сегодня предлагаю вкратце обсудить представителя одного из любимых классов в игре мир самолетов, а именно истребитель 6 уровня Куртис Прайд XP-55 Асендер. Данный самолет является премиумным и доступен за выполнение серии боевых задач. Выполнение серии боевых задач доступно каждому с версии игры 2.0.9. Напомним, сейчас версия 2.1.12. Самое приятное то, что выполнять боевые задачи можно когда удобно, ведь нет никакого ограничения по времени. Прогресс боевых миссий отображается в персональных задачах и всегда можно отследить на каком этапе он находится. XP-55 это вполне реальный проект и создавался как перспективный истребитель-перехватчик по схеме утка. Первый прототип поднялся в воздух в июле 1943 года, а испытания затянулись до декабря 1944 года, когда проект был признан не имеющим дальнейших перспектив. Давайте разберемся, что из себя представляет истребитель шестого уровня XP-55 в игре «Мир самолетов». Вооружение из четырех крупнокалиберных пулеметов способно выдавать продолжительный огонь без перегрева орудий, обеспечивая высокую огневую мощь и плотность ведения огня. Эффективная дальность ведения огня 593 метра. Темп стрельбы 800 выстрелов в минуту. Урон в секунду 62 единицы. Куртиз, находясь в ступе, уверенно распиливает любые классы самолетов, в том числе и бомбардировщики, если они ведут бой на средних и низких высотах. Прочность самолета тоже весьма неплохая. Истребитель имеет 250 очков прочности, что является средним количеством для класса на уровне. Однако, XP-55 имеет уязвимый двигатель, который часто горит и негативным образом сказывается на живучести. Куртиз XP-55 имеет высокую маневренность в горизонтальном дираже и эффективен в маневренном бою на средних высотах. Оптимальная высота ведения боя составляет 1500 метров, что и делает этот истребитель максимально эффективным именно на средних высотах. Мощность двигателя составляет 1275 единиц, а оптимальная скорость 352 км в час. С целью улучшения основных преимуществ XP-55 рекомендуем устанавливать следующее оборудование. Коллиматорный прицел. Повышаем точность курсового вооружения. Облегченный каркас крыльев. Улучшаем показатели маневренности самолета. Облегченная силовая установка. Дополнительно улучшаем показатели маневренности самолета. После открытия комплектации «Специалист» нам станет доступен еще один слот для установки оборудования. Полированная обшивка. Улучшает скоростные характеристики самолета. Кроме этого, после открытия комплектации «Специалист» улучшаем все наше оборудование до превосходного качества. При желании проводим калибровку. С целью повышения эффективности XP-55 рекомендуем использовать следующее снаряжение. Огнетушитель. Наш самолет часто горит и нуждается в этом расходнике. Дополнительное пневмоусиление штурвала. Кратковременное повышение маневренности самолета. Топливо высокой очистки. Повышает скоростные характеристики самолета на протяжении всего боя. Универсальный боекомплект. Повышает вероятность поджога и нанесения критических повреждений. После открытия комплектации «Специалист» нам станет доступен еще один слот для установки снаряжения. Аварийное тренирование рулей. Восстанавливает управляемость крыльев и хвоста. В первую очередь к изучению рекомендуем следующие универсальные умения пилота. Пилотажник. Увеличиваем маневренность самолета. Закаленный в боях. Уменьшаем шанс ранения пилота. А также улучшаем управляемость при критических повреждениях крыльев и хвоста. Меткий стрелок 1. Повышаем точность курсового вооружения. Меткий стрелок 2. Дополнительно повышаем точность курсового вооружения. Из особых умений рекомендуем к изучению умения «Огнеборец». Позволяет бороться с частыми пожарами на этом самолете. Предлагаю сравнить Куртис XP-55 с его потенциальными конкурентами в бою. При выборе потенциальных конкурентов XP-55 в воздушном бою будем руководствоваться следующими критериями. Уровень и класс самолета по понятным всем причинам. Параметр маневренности самолета. Ведь именно он является одним из ключевых параметров воздушной схватки виражников. Высотность самолета. Понимая, что именно на определенной высоте самолет будет иметь максимально тактико-технические характеристики, заявленные в игре. В первую очередь это скорость и маневренность. Итак, ограничив конкурентов указанными критериями, получаем 5 потенциальных конкурентов XP-55. Давайте представим результат схватки в воздушном бою с каждым из конкурентов. Встречаясь в бою с аэрокобрами, XP-55 имеет решительное преимущество в маневренности и при удачной реализации которого имеет все шансы одержать победу в схватке. А вот встреча в бою со спидфайерами ИТ-61 несет серьезную угрозу для XP-55. XP-55 при встрече с ними не будет иметь преимущества в маневренности и, напротив, уступает этим истребителям в вооружении. Ведь спидфайеры ИТ-61 имеют в своем арсенале пушечное вооружение, которое будет очень опасным для XP-55. Подводя итоги, следует сказать, что Куртис XP-55 это высокоманевренный и динамичный американский истребитель 6 уровня с точным пулеметным вооружением. Он идеально подходит для скоростного боя на средних высотах, а 4 крупнокалиберных пулемета способны выдавать продолжительный огонь без перегрева орудий. XP-55 Ascender прекрасно показывает себя в напряженных боях и позволяет сражаться с противником на равных. Вместе с тем следует помнить, что на 6 уровне игра дарит яркий и комфортный геймплей. А раскрыть свои сильные стороны XP-55 сможет, как мне кажется, не только в руках достаточно опытного игрока. Кроме того, Куртис имеет увеличенный заработок кредитов за бой, причем уровень дохода с учетом его 6 уровня вас приятно удивит. В видео будут представлены результаты боя, в том числе и финансовые результаты, которые вы сможете оценить. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра и до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы контролируем все аэродромы в этом районе. Тактическое превосходство за нами. Субтитры сделал DimaTorzok У нас полное превосходство в воздухе. Пилоты, мы теряем инициативу. Нужно поднажать. Так держать, пилоты. Я верю в вас. Сегодня все действовали отлично. Ждем вас дома.